короче ребята наелись даже шевелиться неохота никуда идти не хочется сейчас конфетами все придавим хорошо отдыхать слушать пение птиц женя сказал что он дорогу домой забыл никуда не пойдет собираем наш лагерь вот допиваем последний чай ничего не хочется собирать хочется лежать разговаривать слушать пение птиц наблюдать за красивыми шмелями наслаждаться ароматом таежной земли пихты ну в общем ребята тайга это супер а а а а А я посмотрела твои видео и думала, ну, куда ты запариваешься, то с этой точки снимаешь, то с этой точки. Ну да. Ну, все равно же это прям такой труд. Со всех разных график. Да. Не забываешь. То есть не на комбеты ты это делаешь? Нет. А зачем он мне в комбеты? Нет. Я перешел полностью на мобильное оборудование. Короче, ложишься и вперед, да? Да, ну так, просто для приличия поешь. Я покупала себе эфирное масло пихты. И недавно совершенно осознала, что я его не открываю, потому что здесь все пахнет пихтой. Очень здорово. Итак, друзья, вас приветствует канал Сибирский Бродяга, и я его автор Новиков и Евгений. В общем, сегодня мы с Ниной, это южная красавица, в общем, пошли в поход. Поход у нас состоит за Черемшой. Ну и небольшой отдых, небольшой кемпинг, в общем, с готовочкой. Приготовим что-нибудь вкусное. Ну и отдохнем в сибирском лесу. Там тоже, ну, естественно, очень много необыкновенных мест. 7 лет я там прожила, но так мне и не удалось никуда сходить. Вот, и я потом очень сильно плакала. Ну, когда уже на юге была, что вот была в таком уникальном месте, такой заповедник, в Ивановском хребе, как-то так называется. Вот. Переживала, что мне никогда больше... Ну, и так моя мечта не исполнится. Вот. Ну, и нет. Исполнилась, да, мечта? Ну, надеюсь, что да, что я все-таки... Я когда ехала сюда, ну, с мыслями о том, что, ну, вот, может быть, теперь мне получится облазить все вокруг. Так, Нина, на столик, наверное, всю эту воду поставить. Сегодня будем жарить, готовить, в общем... В общем, сегодня у нас будет вкусно. И ты с тобой заварку брал, или ты из таких отрас будешь? Заварку взял? Угу. Ну, можно таёжный чай сделать. А это как? Ну, с травочек. С лесных. Сегодня у нас... Будет шедевр. Я думаю, что ты там тащишь в этом рюкзаке, а ты едой запахся на неделю. Ну, да. У тебя на сегодня был план? Да, нет. Черемшу поснимай. Так надо черемшу снимать, а не Нину. Нина-то тут при чём? Да маленькая надо. Со своей жёлтой кружечкой. Жёлтая... Да сейчас. Кружка была куплена специально для поездки в КАС. Для поездки в похода со мной. Нет-нет, это когда я переезжала в КАС. Ага. Для поезда. Так, Нина, вот сахар. Угу. Вот тут чай. Вон, добью, и у меня ложечку. Может, на ложку прям. Две ложки сыпь, нормально будет. Нет, это очень много. Много? Угу, я не люблю такое. Кстати, говорят, если закручивать воду против часовой стрелки, то она структурируется. Да? Угу. Ничего себе. Да. Ну, хотя нам-то что, вода из родника. Ну да. Что у тебя такая чистая досочка? Она новая? Добавим медунку в чай. Для аромата. Досочка новая, новая. Так, идем маленько пособираем черемши. Себя бы снимал. Да, и себя поснимаю. И всех поснимаю. Это будет видео про Нину. И лес поснимаю. На юге не было? На юге есть рынок прекрасный. Где продается абсолютно все. Никуда ходить не нужно. Пошел, купил, да? Да. Хочешь тебе абрикосы, хочешь черешню, хочешь персики. Все продается. Сразу у тебя. Оранжевая дель... А тут, смотри. Да, вот так вот зайцы зимой голодают кору, сгрызают. Там полностью дерево. Так как зайцы по деревьям не лазят. А у нас выпадает большое количество... И вот столько? Да, большое количество снега. И где-то начиная с декабря, с января месяца, когда он ищет себе пищу, вот, сгрызает кору. Ну, сейчас маленько пособираем черемши. Поют, рябчики свистят у нас. И пойдем готовить, кушать. Если лисы не съели наше мясо. Да, если лисы без обеда нас не оставят. А то так погрызем черемши, да, домой, да? Да. В гамаке еще полежим. Да, и домой. Малюбе маленький. Малюбе маленький. Малюбе маленький, да. А здесь... Те, когда ты снимаешь, да? А здесь большие, да? Угу. Что, пойдем, наверное, готовить или что, или нет? Да, пойдем. Мне кажется, достаточно колбы на салатик мы набрали. Да, не на салатик, и на пирожки хватит. С картошкой, с яйцом. Пирожки-то очень вкусные с нее. Не ела ни разу? Нет, но предполагаю, что это как с зеленым луком, только еще вкуснее. Да, с чесночным таким вкусом. А чего тут-то сходить? Жалко. Ну? А вот это вот чикакули светленькие. Это зайчи? Угу. Поамет зайчи. Ясно. Все, идем, наверное. Через два дня прийти, уже совсем все по-другому будет. Да, уже все другое. Так, ну все, закончили сбор нашей черемши. Сейчас идем разводить еще раз костер, и уже будем готовить обед. Я думаю, Нине наш поход сегодня понравится, и она будет от него просто в восторге. Про волков еще расскажешь, и буду в восторге. Так, ну все, 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 все. Вот где, если бы сейчас не взяли воду, где это взять? Но ты-то знал, куда шел? Конечно. Так, готовит у нас сегодня Нина. Как выяснилось. Как выяснилось. Куда здесь выбрасывать шелуху? Да, шелуху потом в отдельный мешочек сложим. Да, вон пока, на землю кидать. Мне кажется, можно, да, вот туда просто. Сейчас почистим лук, замесим фарш. В общем, взяли с собой домашний фарш. И сегодня будем готовить вкусные, вкусные бургеры. Евгений Новиков. Да, я знаю. Ты меня смущаешь. Почему? Своей съемкой. Конечно, потрясающе. Да? Вода кипит. Я говорю, что у меня ощущение, что я во сне. Из-за чего это так? Почему? Почему? По кочану. Ну, потому что... Сейчас, это же надо свои чувства передать. Ну, потому что лук пахнет не так, как в квартире. Потому что птицы поют. Потому что солнце не жаркое, воздух свежий, пихтой пахнет, костром пахнет. И вообще ничего не волнует и ничего не беспокоит. Локационная чуть-чуть. Так, лук добавили в наш фарш. И надо перемешать. Да, перемешать. Ничего, стоя руками, да? Ничего, нормально, надо мешать. На природе же все можно. Мы же в походе находимся. Так что мешать. А черный перец есть? Соль с перцем у меня. Ммм, класс. Формируем котлеты. Сухую сковороду берем. Ага, вот такие, ну. Бифштекс таежный. Да? Да. Так? Так, ну. Ну, прям вообще супер. Ну все, надо же на раскаленную сковородку класть. Так, ну мы сейчас раскалим сковороду, чтобы сразу жир пошел, потому что масло с собой забыли взять. Только я кладу мясо в сковородку. А вот пластиковая ручка не нагреет? Нет. Потому что, смотри, там прям огонь. Нет, нет. Это специальная? Специальная. Надо было масло, да, маленькое? Или нет? Или выделить? Выделить, конечно. Они же вообще делаются на гриле. Ты когда вот, ну, не знаю, куда, в кафе ты приходишь, их же на гриле без ничего. А, ну да, по сути. Бифштекс же, он тем и вкуснее, чем в нем много жирного мяса и он сочный получается от этого. Что, его долго жарить, нет? Нет. Ну, как будем пробовать, термите, чуть-чуть. Да, давай, ну, или что? А, у меня, знаешь, нинк, что есть? У меня же есть прикольная такая штука. Подену. Так, сейчас надо вытаскивать уже. Приготовлено на открытом огне, видишь? Угу. Елые такие? Ой, они обалденные. Блин, надо было столик больше сделать. Так, взяли сырную лепешку. В общем, мажем маленько горчицей. Прямо совсем чуть-чуть. Потом кладем в наш саватик. Дальше снимаем нашу котлетку. Сразу кладем в следующую. Да, сразу кладем в следующую. Вон, видишь, сколько жира выделилось? Да. Ну, у меня руки грязные. Да, ничего страшного, Саша. Ой, ой. Горячая? Угу. Так, один бургер Джо у нас готов. Сейчас готовим второй бургер. Ты уже ела так? Нет. Ни разу? Не зря, видишь, поход пошли. Здорово, да? Да. Мне кажется, мы обождемся просто и все, и что? А как потом обратно идти? А зачем нам обратно идти? Вон, дома. Так, пока жарятся наши котлетки, мы сейчас запечем в фольге кусочек окорока свиного. Запекать будем в фольге. Саянская фольга такая вот. Так, она запечатана. Как бы ее распечатать еще? Красота в лесу, вообще, птички боют. Так, мусор потом сожгем. Что такое? Можно двадцать? Желательно. Желательно. Помочь? Ну да, наверное. Давай. Мне кажется, там надо без текста перевернуть. А как надо солить? Перчиться или просто? Да, сейчас посолим, поперчим. Ох, угрожает красота, там у нас будет. Перевернуть. Перевернуть? Так, ну вот, сейчас запекаем такой кусок мяса. Посолили, попертили. Да, сейчас будем заворачивать. Мне кажется, это будет божественно. Это будет очень божественно. Да? Да. Завернули фольгу. Сейчас, в общем, и ложим в горячие угли. Ну, а по времени займет где-то минут, ну, 40, может, чуть меньше. Да, успеем сегодня. Так, ну и все, сейчас засыпаем. Углями. А еще биштекс надо делать? Надо, надо, надо. Биштексы. В общем, у нас сегодня царская пища, да? Я думаю, Нина, это будет просто очень божественно. Мясо? Мясо. Да? Так, ну сейчас мы спробуем наши первые такие вот бургеры. Очень должно быть. О, капает сок. Все вытекает. Слушай, а запах вроде приятный. Что, съедобно? А? Сейчас я еще не добралась. Разогреть лепешку надо было. Нет? Что там? Ой, сок бежит. Угу. Вот такой бургер, или как это назвать, не знаю, сыр маленько у нас не растаял, но это, ребята, это, не знаю, аромат Котлеты только чувствует, да? Вкусно, да. Но после бургеров у нас будет вкусное запеченное мясо. И покатимся мы домой, с горы, да? Да. Выкладываем наши котлетки, бештексы, как ты их называешь. Да? Ну, если его будешь ты. Ладно, я согласен. Научу. Чуть-чуть надо просто вот подвинуть вот так. Чуть-то она не правильная. И все. Вот так. Помидоры все, без лепешки. А, ты хочешь так, да? Можешь с хлебом? Нет, нет, я не хочу хлеб, не лепешки. Ты просто хочешь лепешки салата, а что, бештекс? Да, и могу. Ну, и помидорку. Ага. Ну, вот сюда ее надо, да? Ну, давай сюда. Твоим ножом. Шикарный. Вот, отлично. Вот ты отлично. Ну, ладно, хорошо. Я говорю, у него есть свой YouTube-канал. А, да? Что? YouTube-канал? Какой? Про что? Он современные дети. В общем, я скинула ей твой канал, она будет его смотреть. Ну, спасибо огромное. Вообще супер. Да, здорово. Потому что не раз же еще сходим. Конечно. Так, ну, снимаем нашу замечательную блюдо, наше замечательное, наверное, будет. Да, запах божественный, это правда. Ну-ка, распечатывай. А что? Ой, что-то запах реально просто. Просто, мне кажется, там уже. Прямо запеклось. Наши бештексы и гамбургеры ничто по сравнению. По сравнению с миском. Угу. Жареное. Хлебушек. Ой, елкинку. Так, тут просто... Горячо, горячо. Тут просто... Ммм, сока сколько. Как открыть, чтобы... Тут просто все готовилось в собственном соку. А сейчас, друзья, дорогие, мы вам покажем это все дело на разрезе. Да, да, да. Даже сок маленько выделяет. Класс. Сок не надо терять, у него можно макать, вкусно будет. Вот так вот выглядит на разрезе. Крупный план. Первая дегустация проходит. Сготовилась. Соленая капец. Соленая? Пересоленная вообще. Что, много соли положить? Угу. А я ожидал, что... Сладким чаем будет офигенно. Да? Угу. Я ожидал, что меньше... Кто любит чай сладкий с соленым мясом, да? Да, да, да. И очень нежная. Нежная? Угу. Да, мягкая, класс. Короче, надо резать. Ты еще когда сыпал, я думаю, блин, многовато, наверное. Думаю, ты знаешь. Да я что-то так еще не запекал в фольге. Я обычно прям в угли бросаю мясо целое. Мм, оно, кстати, может быть вот здесь в середине нормальное. Я просто целое мясо бросаю в угли. Без фольги? Да, и жарю в углях мясо целое. Угу. Получается тоже очень вкусно. Корочка, да? Угу. Да, нет, не соленого. Нет, значит, это только тот... Ну что, так. Божественный вкус. А, снимается? Ха-ха-ха. О, в середине то, что нужно. Да. В середине классно. Да, со сладким чаем вообще вкусно. Да. Да. Угу. 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 Даже можно без этого, без хлеба. Вот я же говорю. Да. Хлеб здесь лишний. Угу. Тем более, когда столько мяса. Столько мяса нужно точно без хлеба. Не, что-то правда вообще сготовилось. Да? Так, сейчас Нина заценит гамак. Нет, я не заценю. Мне надо позвонить маме. Протестирует его. Весь кайф Лёшки в гамаке. Немножко, пару секунд связи с цивилизацией. А я в той же, с медведями и волками. Ну да, если что, я тебе позвоню. Вдруг что. Что, разоваться нужно? Да, как хочешь. Ну как это? Конечно, да. Тест гамака. Ужас. Да ложись, не бойся. Ложись, ложись, не бойся. Я боюсь. Я зацепилась, подожди-ка. Кого боишься? Это же просто шедевр. Классно. Это шедевр просто. Да? Сеточка для телефона. Ой, хорошо. Так, еще вытягиваю ноги. Да, выше, выше можешь. Еще чуть-чуть. Вот так? Да, примерно так. Примерно так. А почему нельзя ложиться вдоль? Ну, спина. Спина у тебя будет. Слушай, ну здесь правда очень прямая спина. Ну, как ноги? Наполовину согнута спина будет. Ты что, вот так что ли? Ну да, примерно. А куда нужно? Даже на животу можно лежать, на спине, боком. И всегда будет аккуратно. Ну как-то у меня не получается лечь, как ты сказал. Не получается? Нет. Ну ты первый раз в таком гамаке видишь. Ты и медунку не видишь, и кабанов не слышишь, да? Да, да, да. Классно, ну хорошо. Лежала в обычном гамаке, но это ужасно. Всю ночь вот так. А всю ночь вот так, вот так вот спина у тебя радугой. Не вывернется. Дугой спина получается. А здесь смотри какое. Прям люлечка, так приятно. Укачивай, убаюкивай. И под пение птиц, я говорю, можно засыпать, да. И мечтаем. Короче, ребята наелись, даже шевелиться неохота. Никуда идти не хочется. Сейчас конфетами все придавим. Да, сладкими конфетами. Хорошо отдыхать, слушать пение птиц. Так, птички поют. Женя сказал, что он дорогу домой забыл. Никуда не пойдет. Да. Наелись царской пищей сегодня. Просто даже на ногах стоять не можем. Что собираем наш лагерь, вот допиваем последний чай. Ничего не хочется собирать, хочется лежать, разговаривать, слушать пение птиц, наблюдать за красивыми шмелями. Наслаждаться ароматом таежной земли. Пихты. Ну, в общем, ребята, тайга, это супер. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такая колбаска у нас. Гусеница. Продолжение следует... Зверькам тоже оставили кушать. Придут, может, лисы, бурундуки, либо птицы ранжа прилетит костер тушить не стали ну хотя передавали четвертый класс горимости хотя мы сейчас дрова наверное раз раскидаем ничего у нас не загорелось ты говоришь нельзя оставлять до костюм оставлять нельзя его нужно залить водой а вода я мусто да вода у нас еще осталась в канистры вот ручьев здесь нет снега здесь тоже нет потому что это надо идти более на северный склон если за снегом поэтому костер мы лучше зальем водичкой вот у нас еще маленько воды осталось не стали мы рисковать потому что это серьезная штука ну все друзья отправляемся домой если вам понравилось данное видео не забываем подписываться на канал и желательно подписываться с колокольчиком чтобы не пропустить новое видео ну и пишем добрые комментарии друзья и увидимся с вами в следующем походе в общем пьем муравьиную кислоту что это отвратительно и это не наносим никакого вреда муравьям можно сказать вот